Пик был 9 марта. Доллар и евро стремились вверх, а сегодня укрепился рубль. Дальше подсчеты очень простые. Если в понедельник вы пошли купили, например, 300 долларов, а сегодня 100 из них поменяли обратно, чтобы сходить в магазин, вы уже потеряли 11 рублей. Меня зовут Катерина Круталевич, дополним тему. Вот так это выглядит в цифрах. В понедельник доллар стоил 2 рубля 42 копейки. Берем 300, это классическое желание оставить в запас. Денег получается вы потратили на эти 300 долларов 726 рублей. Сотка из них стоила 242 рубля. Если ее продать сегодня, то в карман получится положить только 231 рубль. Итого минус 11 рублей. Это потеря дважды на том, что курс пошел вниз, на том, что на вас заработали банки. Это об эмоциях, на которые нас толкает плавающий курс, и с которым сложно бороться. Есть всего две причины, почему доллар и евро дорожают или дешевеют. Первая это мировая причина. Страны ОПЕК на прошлой неделе не смогли договориться о стоимости нефти. Арабские Эмираты начали агрессивную игру на понижение. Цена нефти упала. Российский рынок отреагировал и соседний рубль стал падать. Теперь о Беларуси. Половина всех товаров, которые мы продаем, уходит в Россию. Наши экономики связаны, поэтому доллар и евро у нас тоже подорожали. И вот, начиная с понедельника, разница. Эксперты в один голос предлагают всем считать перед тем, как идти в обменник. Выиграл на этом курсовом скачке только тот, кто купил доллары до размолвки в ОПЕК, то есть в середине прошлой недели, а продал на пике в этот понедельник. Если вы такое можете предугадать, это очень здорово, вы хороший аналитик. Во всех остальных случаях это больше эмоциональное решение. И от этого стоимость и количество долларов и евро на нашем внутреннем рынке тоже зависит. Представьте, если мы все дружно пойдем покупать доллары и евро, конечно, от такого спроса курс сильно подрастет. Банки хорошо подзаработают. А когда придет время каждому из нас идти в магазин за продуктами, и мы будем менять деньги назад, банки заработают еще раз. А вообще тот, кто не собирается зарабатывать на курсе, лучше просто посмотреть со стороны и ничего не потерять. Заодно и по-другому подумать о пользе будущей атомной электростанции, которая сильно снизит нашу, в том числе, зависимость от дорогой или дешевой нефти. Считайте перед тем, как что-то делать. Меня зовут Катерина Круталевич и мы дополнили тему.